Из каратэ, традиционного каратэ, действительно работает, и почему традиционщикам так тяжело признать анахронизм в их стилях. Из каратэ и традиционного каратэ действительно работает все. Я хочу сказать, что любая боевая система, если ей заниматься именно системно, она структурирована, есть метод, если заниматься достаточно долго, практиковать много, то все, что там изучается, все работает. Но есть одно но, самое главное но, которое может все перечеркнуть, и не будет работать вообще ничего. Все работает только тогда, когда все это применяется в свободном контактном спарринге с противником. Я не говорю про какой-то реальный бой, я говорю про спортивные состязания, про учебный спарринг. Вот только тогда это все действует, да, пускай там приходится многие техники применять обусловленно. То есть, ну реально не выкалывая глаза товарищу, там не вырывая ему, это кадык, как многие-таки традиционщики говорят. Мы не практикуем, потому что один удар, одна смерть и кинхисацию, поэтому мы этого не делаем ничего. Вот. Ну и это вот самое большое заблуждение. Все работает, все удары, которые там есть, могут работать. Все блоки с определенными какими-то поправками, опять же, это если комментировать, то эти поправки понятными становятся. Все работает. Удары есть. Ударные поверхности часто в ортодоксальных стилях закалены. То есть, есть оружие. Но оружие это часто абсолютно бестолковое, это как хорошее охотничье ружье, которое есть прекрасное ружье, прекрасный патрон. Но стрелок сам может стрелять только по хорошо зафиксированному противнику. По мишени по неподвижной, так как он это там отрабатывает на макеваре или со своим товарищем, который готов ему не противостоять, а помогать осваивать технику. То есть, не мешает ему, а наоборот, всячески старается ему помочь. В итоге они взаимодействуют кооперативно. И когда возникает ситуация, когда противник не помогает, а мешает наоборот, все лечит ватар-тарары. Поэтому в этом вся и беда традиционных стилей, что они не практикуют спарринг контактный. Если они будут это делать, то абсолютно все, что они практикуют, будут замечательно самоработать. Это все. Оговорки по поводу того, что нельзя бить в глаза, в пах, кадык, ну, бейте не туда. Вопрос в том, что спортивный спарринг учит достигать ситуации, при которой прием возможно применить. То есть, это определенный дриблинг, это управление дистанцией, это вход-выход, тайминг. Вот чему учат. Тогда ситуацию, при которой можно применить прием, который оттачивается десятилетиями, возможно применить на самом деле. То есть, он выстрелит нот. Если же все это делается нот обусловленно, в варианте Кихона или с оппонентом, то вырабатывается определенное чувство дистанции для определенных техник. И на эту дистанцию, во время реального свободного поединка, когда противник мешает, не получается попасть. В итоге все теряется и ничего не получается. Так что традиционныещики, они не зря считают, что они могут действительно одним ударом убить. Вопрос только в том, что они не попадут в ту ситуацию, при которой это произойдет. Вот поэтому мы часто видим, что это ничего не работает. Не могут они доказать свою состоятельность, своего смертельного удара кулаком, даже такого, как Саикен Чокутский. Ведь если один удар, одна смерть, то что получается? То во время такой меты, то есть они кулаком так удар донести могут. Не только пальцем в глаз, а просто кулаком попав в лоб или в грудь, они могут дырку пробить, условно говоря. Ну как они считают сами, совершенно смертельная техника. Один удар, одна смерть. Ну вот мы не видим, чтобы они попадали настолько сильно. Да они попадают, но настолько сильно не получается, когда дело доходит до соревнований в каком-нибудь октагоне, по правилам ММА и так далее. Значит, не работает в освободном поединке. Почему они не хотят признать, ну как, анахронизм свой? Анахронизм. Ну, это просто очень на самом деле. Потому что хочется считать себя приобщенным к определенному тайному, к тайному, там, литарному знанию. Именно вот эти вот ортодоксальные техники, такие вот вычурные зачастую, которые создают особенность стиля. Когда мы сразу можем по движению, по-первых, в кат или по стойке понять, какого направления адепт, это вот и является визитной карточкой этого всего. Это надо демонстрировать, это надо работать, это надо показывать. И возникает некого рода сектантство, что ли, вот, очень они похожи, адепты этих направлений таких ортодоксальных, на сектантов, какое-нибудь ответвление, там, религии какой-нибудь, или какой-нибудь своей системы верования. У них есть свои ритуалы, свои атрибуты, вот, свои какие-то танцы с бубном, что называется. То есть, их они постоянно выполняют и демонстрируют. И признать то, что это все не нужно, они просто не могут. Они, наоборот, яры это защищают, потому что принадлежность к этому всему дает им какую-то возможность приобщиться, вот, к этому знанию, к этим легендам и мифам, которые ходят о праотцах, обоснователях и стиле. Вот, мы часто знаем какие-то легенды, у каждого радоксального направления есть какие-то мастера-патриархи, которые были чуть ли не божественной рукой, там, да, они могли такие чудеса творить, до которых нашим современникам, как до Китая, там, да. Вот, и получается, что они делали? Они делали вот эти вот интересные вычурные движения, особенности техники, вот, и, видимо, это и сделало их такими вот могучими, непобедимыми, что про них потом складывали какие-то легенды. И как это выглядит для меня, вот, например, и вообще в реалиях? Все видели рекламу не раз, наверное, да, когда, ну, раньше, когда сигареты рекламировали много, когда ковбой такой с мощным торсом, закатанными рукавами на рубашке, в джинсах, в казаках, ловит лассо какого-то мустанга мускулистого, взнуздывает его, седлает там, все, там, вот он такой, так проводит свой целый день. В таких праведных, там, трудах, он такой олицетворение мачизма, такой могучий мужчина, мачо. И в конце дня он сидит около костра, немножко расслабившись, широко расставив ноги, достает там пачку сигарет Мальбро, щелчком пальца выбивает себе, ну, по донышку выбивает себе сигарету в рот, закуривает ее, делает затяжку, и вот все. Вот это ковбой Мальбро. Ну, и что может сделать какой-нибудь дрищеброд, который тоже хочет быть таким же могучим, таким вот, красивым, таким вот мощным, что у него нету такого торса, у него нету, смотри, мустанга, у него, у него ничего нет от этого ковбоя Мальбро. Ну, вот сигареты точно такие же, он курить может. Вот. Он идет в магазин и покупает пачку сигарет, и вот он ее сам закуривает, и он уже приобщился, он уже почти такой же, как этот ковбой Мальбро. Вот он, вот он такой. Вот он же, он же все, он же делает то же самое, то же действие, которое делает сам ковбой. Да, пусть он ни хрена не умеет ничего другого, но зато сигареты он курит точно такие же. Вот это вот внешний этот антураж, вот эти ритуалы, там атрибуты, символы, вот они точно так же сохраняются. Да, человек занимается, может быть, глупостью достаточно большой какой-то, пытаясь что-то копировать, вот, но он же делает то же самое, что делали великие, там, и он уже одним этим своим действием, как бы в себя впитывают частичку этого общего, значит, эгрегора от мастерства какого-нибудь традиционного или ортодоксального направления. Это ему, типа, помогает, он уже все, он уже практически великий боец без пяти минут, а то он может и такой же. Вот поэтому они и не признают анахронизмы, потому что именно вера в эти анахронизмы, она и помогает им подпитывать свой самообман в том, что они точно такие же. Понимаете, на самом деле это очень сильно напоминает то, как люди верят в суеверие. Вообще, произойдет ли когда-нибудь, да, то, что от этого там, ну, как откажутся, как от анахронизма. Да не произойдет никогда. Почему? Потому что, несмотря на то, что люди в современном мире живут, знают, что такое наука, физика, а кто-то, может быть, в Бога верит, там, да, но ни те, ни другие, ни верующие люди, ни атеисты не считают, что суеверие – это штука правильная. То есть суеверие – это фигня. Но, тем не менее, абсолютное большинство людей все равно к суевериям относятся с какой-то там опаской, и если там разбили зеркало или пробежала черная кошка, все равно что-то зашевельнется. Понимаете, вот это вот неизживаемо. Вот так же и не изживется никогда любовь к анахронизму к этим, и они их будут постоянно сохранять. Ничего в этом, на самом деле, плохого нет, потому что сохраняются традиции, сохраняются культурные ценности, как в театре Кабуки или театре Но, в японских, вот эти танцы, да, с элементами боевых искусств, китайской опере там. Понимаете, в этом что-то есть, но вот, тем не менее, это только что-то. Но не то, что бы хотелось, на самом деле, а весь анахронизм тут же пропадает, на самом деле. Когда что мы видим? Когда мы видим, как эти люди пытаются реально провести какой-нибудь спарринг, так сказать, контактный, с представителями каких-то других направлений. Ничего анахронического сразу не остается от чистых смстилей, потому что все, так называемые, чистовики, если они работают в том алгоритме, в котором они привыкли помогать, работать друг другу, выхватывают тут же и обычно проигрывают. Почти всегда. Не почти всегда, а всегда. Если это серьезное соревнование, где бойцы топовые, то чистовики всегда проигрывают, если пытаются действовать только в рамках одного своего направления. Вот так вот. И анахронизмы у них сразу все проходят тут же. Взять того же Мачиду, Сен-Пьера, который вроде, который начинали вроде по карате, ну не вроде, Мачиду-то вообще там известный карате. Да, он занимается карате, занимается шатуканом, делает като, но когда дело доходит до контактных самобоев, все, там анахронизмов никаких нет. Там есть современное боевое искусство, о котором я чуть дальше расскажу. Вот здесь как раз вопрос об этом. Добрая половина из техник, выполняемых в карате, в том виде, как их демонстрируют, не используются даже адептами традиционных стилей. Но при этом они постоянно твердят о каких-то примерах, когда какой-нибудь старичок завалил обязательно здорового боксера. Долго еще проживут эти байки или они неразрывно связаны с традиционными направлениями? Ну так получилось, что в предыдущем ответе на предыдущий вопрос я эту тему очень оплотно затронул. Поэтому я просто повторюсь, что эти байки проживут всегда, то есть они никуда не денутся, как эти же самые суеверия. Как эти легенды про старичков, про мастеров, архатов, которые научились, потому что, как я сказал уже чуть раньше, это позволяет сохранить какой-то ореол таинственности, мистики, эзотеризма какого-то и считать себя приобщенным к некоему тайному знанию, которое дает какие-то волшебные силы. Вот поэтому они их будут делать, даже если абсолютно не применяют их в контактном поединке и в спарринге. Все равно это будет продолжаться. Это с одной стороны, а с другой стороны есть, конечно, я говорю, ревнители традиций, коим я в том числе могу, скажем так, отнести и себя. Я, несмотря на то, что занимаюсь ММА, я никогда не забывал, как говорится, про каратэ. Я очень люблю заниматься катом, мне очень нравится. Мне нравится классическая техника, каратэ, шатукан, фудокан. Я делаю катэ из разных направлений, мне нравятся катэ из рю-рю. Так что, собственно говоря, почему нет? Это определенные элементы традиции. Это как, например, писать стихи в стиле хайку, хокку, танка. Просто интересно. Я уже говорил, что участвую в катэ, в соревнованиях аппоката. Занимал места даже два года назад буквально. Я участвовал и занял первое место на чемпионате России. Так что, почему, собственно говоря, нет? Есть те, кто заблуждается недобросовестно, а есть те, кто добросовестно заблуждается. А есть те, кто делают, ну, если по Кастанеде говорить, о созданную глупость, сохраняя эти традиции, ну, это не глупо, наверное, да? И делая эти техники, которые, казалось бы, не работают. Это как искусство сохранять. Сохранять какое-то интересное дело, которое может просто пропасть. Как культивировать и сохранять уссурийских тигров? Это же красиво, на самом деле. Так пусть будет. Только надо отдавать отчет себе в том, для чего это делается. И не подменять одно другим. То есть не подменять то, что не работает, называя это реальным боевым искусством, частью которого является неотъемлемая такая вещь, как арт оф киллинг. Но это уже немножко отдельный вопрос. А те приемы, которые выполняются в ката и не работают, они не всегда не нужны. Дело в том, что это некий боевой фитнес такой получается, да? Когда развиваются определенные биомеханические принципы, когда культивируется динамика правильного движения в суставах, амплитуды больше, связки развиваются и так далее. То есть получается, я говорю, такой боевой фитнес, боевая йога, которая реально потом позволяет, на самом деле, применять вот эти вот сопутствующие бонусы, которые появились в процессе таких занятий, в реальных поединках. То есть там, где боевое искусство проявляет себя непосредственно, как боевое искусство. КОНЕЦ